Парковка на газоне как шаг к единению с народом. Митинг коммунистов, который они с помпой анонсировали под лозунгом «В защиту прав трудящихся», по факту оказался небольшим между собойчиком. Лозунги, которыми сыпали с импровизированной трибуны, давно уже устарели. Из года в год, от митинга к митингу, повестка не меняется. Главное выступить против всех. Главная цель – заявление народа о несправедливой сложившейся социально-экономической ситуации. Ну, к власти. Лозунги не меняются, все одно и то же. Популизм, как говорится, в чистом виде. Собрались все, так скажем, активисты и организаторы этого митинга. Депутаты народного хурала, активисты, сам Вячеслав Мархаев был. И мизерное количество митингующих. У меня даже сложилось такое мнение, что митингующих было меньше, чем организаторов. Сегодня сотрудников полиции было практически как участников митинга. Причем и среди участников митинга нашлись несогласные с позицией партии. В общий круг их не пустили, поэтому свой молчаливый протест они выразили лишь плакатами. В том же парке днем позднее прошел митинг за сохранение озера Байкал. Он собрал гораздо больше последователей. Были там и коммунисты. На вопрос о том, почему на берегу Байкала строится завод по разливу воды, взялся отвечать депутат Хурала Баир Циренов. О том, что разрешение на строительство завода дал губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко, бурятский коммунист умолчал. Причем телеканал РЕН-ТВ уже ловил иркутского губернатора на том, что Левченко не помнит, кому разрешил строить на Байкале завод. Левченко вдруг запамятовал и не смог ответить на простой вопрос, кому же принадлежит компания. Скажите, пожалуйста, как проводилась проверка и знали ли вы на тот момент, что данная компания учреждена китайской компанией, дацинская водная компания «Озеро Байкал». Выше 6 марта какого? 2017. О, год назад. То есть компания уже была учреждена китайской. И каким образом тогда? Неужели у наших отечественных инвесторов нет? Нет, в то время это были российские учреждения. КПРФ, Бурятское региональное отделение, активно выступать по этому вопросу не будет. Почему? Потому что мы знаем, что за заводом по розливу Байкальской воды стоит именно коммунист Левченко, губернатор Иркутской области. Это делается на территории Иркутской области, делается с его санкцией. Он прекрасно все это осведомлен, и он в этом деле участвует. Левченко знаменит своим трепетным, в кавычках, отношением к природе. В прошлом году в сети появились кадры губернаторской охоты на медведя. В интернете появились кадры зимнего отдыха Сергея Левченко. На видео глава региона стреляет в упор в животное, находящееся в спячке. В комментариях действия Левченко назвали садизмом и браконьерством. В целом, современные коммунисты не были замечены ранее в тяге к экологии. Ни в советское время, ни в наши дни. Вспомнить хотя бы историю со строительством ГЭС в Монголии двухлетней давности. Против выступали от шуменов до экологов. Ни одного коммуниста не замечено.